доброго времени суток дорогие друзья с вами алексей вязовом ручье апрель март мы с джоанкой успешно проплевали в потолок семочками вот дело в том что трава как бы созрела но по факту еще не созрела вот это вот скажем так первая стадия созревания поэтому в марте делать было нечего там чуток животным подкинули корма да и все в общем то так чем займемся сейчас сейчас нам нужно организовать покос на полях 40 и 50 и начать посев наверно тридцать девятого поля решила джоанна здесь засадить кукурузу потому что у нас уже свинарник ждет хаврюшек гаврюшек хавронюшек вот кормить то нечем поэтому вот на сегодня план работ организовать покос и начать посев кстати вот тюк видите вот это я привез оттуда все переживали за этот тюк давайте его сразу скормим он прошел испытание снегом и ветром впрочем как и наши вот эти тюки наверное сразу скормим животным так кстати по животным надо бы посмотреть что у них там вообще так здесь ничего вот здесь вот дела так себе не знаю даже хватит ли нам вот этого зерна до урожая или придется покупать так здесь более-менее здесь синца надо подкинуть кстати так но для начала все таки давайте организуем мы покос иначе время не иррационально будет расходоваться об так 10 метровая у нас правильно косилочка хотя здесь не сделает все таки курс плещи чем зря обновлялся что ли да давайте наверное организуем так дать работу это у нас сороковое поле а на сороковом поле нет ли у нас случайно нет у нас только пять метров я все понял поэтому дать работу курс play работа в поле отсюда сюда сюдыть так вот это поле с начальной точки генератор курсов 10 метров количество поворотных полос 1 углы поворотные полосы острые по часовой нет против часовой направлении направление автоматическое ну посмотрим 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 о что-то сгенерировал ну наверное пойдет наверное пойдет и наверное этот курс так нам бы как его сохранить 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 курс поля сороковое поле 10 метров все вот теперь пусть начинает нет не с ближайшей с начальной так настройки сразу посмотрим вот здесь наверное подымать инструмент с опозданием опускать заранее все нормально нормально и пошли организуем теперь посев так посевом у нас будет заниматься вот этот товарищ по статусу положено где-то у нас сажалочка была кукурузная вон она у нас же поле удобрено уже на один раз удобрено так тут есть 240 литров а там у нас еще с семенами кошелочка небольшая рядом с домом стояла давайте-ка ее подзагрузим сюда кстати мне вот говорили типа выровняй вот эти вот вещи вот я их специально так сделал потому что вот по этому маршруту я загружаю воду в теплице и мне здесь вот такой бордюр в общем-то не нужен а здесь наоборот сглаженный не нужен потому что прицеп с автопогрузкой и так уезжает в сторону а если будет наклон то вообще будет оттаз так что пускай оно все так и остается так сколько у нас тут семян я что-то не помню вообще откуда у нас этот ящичек о служите прилично было семян семян было прилично так а тут у нас два тазика с гербицидами еще остались косарь наш косит и молотит так подсолнухи тут стоят нет мы выбираем кукурузу так и это у нас поле номер 39 да по 39 поле у нас только 2 по 5 метров поэтому мы сейчас будем городить новый курс так дать работу вот так вот так и вот так так 6 метров совместно работающих орудий 1 количество поворотных полос думаю тоже одной хватит по часовой здесь поедем острые углы все на мана на мана во как сгенерировался красиво теперь мы его сохраним так это у нас 39 сюда сохраним 39 поле 6 6 метров все со стартовой точки вперед что такое цистерна пусто какая цистерна пусто что загонила так мне кажется я понял в чем дело удобрение сейлка здесь включено или нет настройки сейлки удобрение сейлка активно мы сделаем неактивно все на мана на мана больше не орешь что цистерна пуста да все посев пошел девчуля нам сеет кукурузу отлично тут уже ух красота так что еще там у овечек о им хватает хорошо хорошо так воспроизводство 60 а у нас уже вроде как и это вроде как полный не до 65 и 65 кстати вот посмотрел я знаете куда посмотрел я вот сюда сюда и не сюда до сюда блин так медленно здесь ткань вот это производится четыре поддона у нас всего-напсего но их нужно продавать потому что потому что потому что где 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 ткань в 11 250 это март у нас до в марте самая большая цена и выше цены которая здесь прогнозируется поэтому надо будет сейчас тоже организовать трактор в ту сторону пускай едет этот вот скоростной хотя там сколько четыре поддона всего я думаю джоанка сама съездить ради такого случая где она продается у нас эта ткань продуктовый рынок да самое место там для ткани именно на продуктовом рынке ну нас не спрашивают сказали что купят мы сказали что привезем правильно правильно что так что мы просто поедем и привезем я аж правильной дорогой поехал вроде бы вроде бы правильный сюда нам не сюда так погрузить поддоны все правильно так вот здесь вот нет смотрите цепляет нормально я думал будет будут проблемы с этим с рабочей шириной захвата автопогрузки не все смотрите загрузили так выключить автозагрузку сделаем вот такой вот скриншотик для потом когда так ну и погнали сдадим все это на продуктовый рынок по идее нам вот за эту ткань сейчас должны заплатить сколько здесь поддонов 4 44 тысячи где-то должны заплатить что-то я потерялся потерялся так 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 Продуктовый рынок Ну там вообще-то как бы крытый такой он, может, универсальный, не совсем продуктовый, в смысле называется продуктовый, но по факту. Гроссер. Сейчас посмотрим, сколько мы заработаем. 45 тысяч, ну, как я и говорил, примерно. 45-44. Но долго-долго производится. Я думал, за месяц у нас всю шерсть вот эту переработает. Нет. Но в любом случае, сколько мы? 4 тысячи литров. Это, грубо говоря, сделано было из 8 тысяч литров шерсти. Так, шерсть. 3 600, 3 500. Ну тоже сейчас пик, грубо говоря. Даже по 3 500, если возьмем. Так, на 8. Или 7 на 4. 28 тысяч мы бы получили с шерсти, а с тканью мы получили 45. Вот арифметика такая. Так что, не зря все-таки, наверное. Смотрите, не заглох. Вот какие-то трактора глушатся сразу, какие-то нет. Я в смысле в том, что выгодно. Выгодно делать ткань. А одежду, наверное, еще дороже. Но одежда, скорее всего, и дольше будет делаться. Так, сено. Сено, сено, сено. Пару тюхов сразу швырануть. Вот, мне подсказали, что подросшая лошадь стоит 2 500. Так что, недолго еще осталось в целом нам ожиданий. Че, по животным? Точнее, по лошадям. Все, кормушка почти полная. Больше не надо кидать тюков, чтобы потом, если что, вместился этот. Этот. Ну, этот. Овес, елки-палки. Так, наш косарь, тем временем, наверное, уже закончил работу. Так, вот, надо семян докупить. Вот этот товарищ у нас будет ворошить. Где у нас ворошилочка? Вон там у нас ворошилочка. Вот он неплохо справляется с задачей... Ой, не ворошить, а волковать. С этой волковой жадкой довольно неплохо справляется. Да, смотрите. И не докосил, как обычно, в конце. Работяга. Все, надо за них доделывать. Так, Ctrl-V надо же нажать. Ну, Ctrl-V. Че-то только переднюю опускаю. Ага. Ладно. Все. Давайте этого товарища запустим. А потом-то вот товарища отгоним на другой лужок. Так. Валковую жадку мне чур не ломать. Знаю я вас. Злыдни. Нехорошие. Так. Ну, в целом тоже. Курс-плей. Вот так. Вот так. И вот так. 14,8. Давайте 14,5 делать. Все как обычно. Одна поворотная полоса. Начинаем работу с основного маршрута. Да. Смотри-ка. Помнит. Углы поворотной полосы. Пусть будут острые. Направление по часовой нет против. Челночный вручную. Направление переходов. Ага. Если 0 градусов, это наверх. 90. Во. Так. Ну и все вроде. Сгенерировать. Да. Сгенерировал именно так, как мне надо. Значит, это у нас будет... Какое? Сороковое поле. Сороковое поле. 14,5 метров. Ок. И начинаешь, как я уже сказал. С основного маршрута. Потому что потом пойдет за ним тюковщик. Чтобы тюковщик об свои тюки не спотыкался. Мы сначала челноком проедем. А в последнюю очередь вокруг этого. С начальной точки. Все. А, я хотел же еще посмотреть вот что. Поднимать с опозданием. Опускать заранее. Все. Вот эти вещи. Проверить хотел. Вот. Зарыт. Ай, ай. В амбаре пулемет. Иначе бы не проехали. Здесь у нас уже маршрут покоса должен быть готовый. 50-е поле. Давайте смотреть. 50-е поле. 10 метров. Загрузить. Активировать. Вот. Такая вот штукенция. Здесь у нас две поворотные полосы. Да, здесь деревья слишком близко. Так, а что ты ехать не хочешь? Он что, автоматом уже запустился, что ли? Я не давал команду еще. Или я какую-то кнопку волшебную нажал? Ну, что он автоматом запустился. Все. Поехали. Давайте еще по животным посмотрим, кому что подкинуть. Так, соломки вот. Надо бы коникам тоже. Сейчас, наверное, пару тюков зацепим. Чего-то так он туговато. Какой-то тюк, затвердевший, что ли. Или нужно в центр, а не вбок. Да, два тюка много оказалось. Ну и пусть лежат. В целом. Жрать не просят. Так. Да, здесь 5600 полное. Здесь одного тюка зауши бы хватило. Ну да ладно. Ну да ладно. У овечек все норм. Вот курочки вот эти вот меня смущают немножко. Точнее, наличие корма у этих курочек. Так, сразу тюковщик подготовим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так, этот уже по поворотной полосе пошел. Достанет? Должен достать, по идее. Да, без проблем. Без проблем достал. И без проблем дальше. Оп. Поехал, да? Ага. Так, ну автомобиль пока, наверное, здесь оставим. Потому что заправляться еще придется. Однозначно. Так, все, сейчас добивает. Запускаем тюковщик. Все. Готово дело. Сломал. Зараза такой. Сейчас будем чинить. Опустить. Поднять. Сложить. Кто куда едет. Кто-то в бок едет, показалось. Вот. Запустим тюковщик. Так, сороковое поле. Четырнадцать с половиной метров. Да, он сейчас один вот этот рейсик в холостую проедет. Но так надо. Так удобнее. Все. Сейчас довезет нас до края поля. Мы там спрыгнем и валковую жадку перегоним на другое поле. Пролетает. Немножко пролетает. Вот эти бугорки с травой будут оставаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Но не везде, я смотрю. А, это остановился, чтобы на повороте не выкинуть тюк. Ну, молодец, молодец. Пускай работает. Ты-то что стоял? Трактор понравился, рассматривал? Или то, что валковая жадка? Три раза больше трактора. Так, ну здесь не скоро еще докосит. Так, а-а-а, вот оно в чем дело тут. Чувачелла не может развернуться и стоит буксует, да? Так, что не так? Наверное, здесь нужно тебе поставить не острые углы тогда. Да, иначе он будет свинарник этот упираться. Так. Подождите. А, это в курсе же в самом прописывается. Ну ладно тогда. Куда, 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 куда. Да чтоб тебя, ну. Курс надо будет этот переделывать, короче. Близко к полю поставил свинарник и теперь... Да. Ладно. Как тут дела у нас? Пошли тючочки. Здесь кукурузку сажает. Так, ну пока мы его здесь где-нибудь пристроим. И все. По факту. Больше мы сегодня, наверное, ничего не сделаем. Дальше уже работа. Работяшки пускай работают. А Джоанка пошла семечки щелкать в тенечек. Увидимся с вами в следующей части уже. Всем удачи и всем всего. Подписывайся. Удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...